всем привет с вами канал все про android сегодня речь пойдет о программе helium программа создана для того чтобы сделать резервные копии игр приложений всевозможных данных на вашем android устройстве прелесть данной программки в том что программа позволяет сделать резервные копии даже на устройствах которых нету root доступа поэтому я решил сделать видео на моем устройстве root есть но не уделю отдельное внимание как сделать резервную копию если у вас нету root то есть прелесть данной программы в том что она восстанавливает и сохраняет не только само приложение а также приложение полностью с данными допустим вы проходили какую-то игру вам пришлось сделать системный сброс и при помощи данной вот программки можно сделать резервную копию всех данных вместе с сохранениями для того чтобы сделать резервную копию без root вам необходимо установить клиент на персональный компьютер ссылочки на установку и по входу на клиент будут в описании видео сейчас я покажу как все это дело работает без без резервного копии копирования на персональный компьютер просто мы выберем приложение давайте выберем какое-нибудь небольшое приложение вот выбираем приложение далее выбираем резервирование и выбираем куда сохранить можно платной версии сохранить на google диск или добавить любой аккаунт любого облачного хранилища чтобы не занимать много времени я сохраню на внутреннюю память здесь не надо вводить никаких паролей программка все сделает автоматически вот все резервное копирование завершено теперь посмотрим как это все дело восстановится вот наша сохраненная копия выбираем восстановление ждем пока приложение восстановится программка работает полностью автоматическом режиме вот так вот все быстренько сохраняется резервные копии остаются на sd-карте но суть не в этом сейчас я удалю данную резервную копию и покажу как все это дело не делается на компьютере устанавливаете на персональный компьютер клиент клиент работает с adb драйверами на смартфоне или планшете должна быть включена отладка по usb запускаем наш клиент на персональном компьютере еще раз повторюсь это для тех устройств которых нету root или же если вы желаете сохранить резервные копии на вашем персональном компьютере далее что нам надо это выбрать подкладку настройку и выбрать загрузить на компьютер у нас будет запущен сервер то есть создастся ip адрес вот в панельке уведомлений у нас будет уведомление о том что сервер Helium запущен и дальше все что необходимо сделать это резервировать приложение к сожалению вот из этого окна у меня не запустилась окошко в котором я смог бы выбрать какие приложения но начнем с того что необходимо подключить свой свое персональное устройство у меня тут сейчас стоит режим по usb вот такой вот запрос будет на отпечаток рс и ключа принимаете и после чего в браузере вам необходимо зайти по вот этой вот ссылочки потому что окошко у меня почему-то не извините ссылочка не та сейчас я сделаю все правильно сделаю все правильно так я всем привет с вами канал все про android и сегодня речь пойдет о том как сделать резервную копию ваших данных то есть игр приложений там любых ним не просто apk файла а именно с данными то есть допустим вы проходили какую-то игру и вам необходимо сохранить игру допустим вы хотите сделать там factory reset или же перенести данную игру вместе с сохраненками на другой на другой android устройство то в этом вот поможет программка helium программка интересна тем что она умеет сохранять данные вместе с приложениями на устройствах которые не имеют root сейчас я покажу как работает программа по сохранению файлов просто на смартфоне а потом продемонстрирую как это все организовать для сохранения файлов на персональный компьютер при запуске программки принципе ничего сложного нету я пользуюсь сейчас обычной версией и все что нам необходимо сделать это выбрать приложение которое мы хотим сохранить вместе с его данными вот я уже пробовал все отлично восстанавливается и нажимаем резервирование дается выбор внутреннюю память можно создать резервирование по расписанию допустим вы там играете в какую-то игру постоянно чтобы каждый раз не резервировать отдельно то возможно сделать вот резервирование по расписанию и в платной версии есть возможность резервы резервации на google диск или добавить любой другой облачный аккаунт я выбираю внутреннюю память дальше ничего делать не надо здесь программка сделает все автоматически и завершить резервирование если вы хотите восстановить то опять таки переходите во вкладочку восстановление синхронизация допустим если helium установлен у вас apk файл на другие устройства то здесь просто необходимо сделать синхронизацию запустить helium на другом устройстве и после сканирования здесь будет вот список устройств на которых возможность есть восстановить ваши данные но я воспользуюсь восстановлением из внутренней памяти вот есть резервная копия программка автоматически находит ставим галочку и нажимаем восстановление тут опять таки все происходит в автоматическом режиме никаких действий ваших не надо ваш смартфончик сделает все сам сейчас я удалю данную резервную копию и сейчас уделю внимание как все это делать организовать если у вас нету root и вы хотите сохранить данные ваши игры или какого-то приложения на персональный компьютер для этого необходимо установить сервер карбон внизу в описании видео будет ссылочка откуда скачать то есть все по программке в принципе в плей маркете есть эта ссылка я дам ссылку на плей маркет здесь вот на вики есть кто-то немного владеет английским языком здесь можно немножко будет почитать если у вас что-то будет не срастаться то есть для копирования на компьютер вам необходимо перейти вот подкладочку настройки и выбрать загрузка на компьютер будет запущен helium сервер после чего вы запускаете ваш клиент на персональном компьютере и подключаете ваш смартфончик по юсби должна быть включена отладка по юсби принимаете и вот если появилась такая вот галочка то ваш сервер активен теперь вам достаточно в окне браузера ввести вот этот вот адрес и ваше устройство будет активно то есть у меня допустим после того как я ввел вот этот адрес не получилось то есть google мой chrome написал что данный адрес не найден но я нашел выход на сайте разработчика то есть вот эта программка должна быть активна и после чего перед переходите во вкладочку вот я дам ссылку чтобы вы смогли данную программку вернее запустить сервер из браузера возможно у меня стоит этот блок возможно поэтому не пустила и вот здесь вот такая вот будет ссылочка тоже в описании видео backup clockwork.com то есть вы запускаете ваше устройство должно быть синхронизировано вот мое устройство синхронизировано потому что запущен сервер на персональном компьютере и вы попадаете вот в такое вот окошко после синхронизации появятся все приложения и вы сможете сделать резервную копию давайте выберем резервную копию если вы хотите сохранить только данные необходимо поставить галочку backup only data то есть потом при попытке восстановления вам будет предложено скачать данное приложение из play market но я никогда не ставлю там галочку только данные резервная копия будет храниться на персональном компьютере поэтому место немного все это займет и нажимаете старт бэкап дальше телефон опять таки отработает все дело произойдет в автоматическом режиме вот вы видите что бэкап сохраняется бэкап будет сохраняться в папке все загрузки можно выбрать все приложения которые есть допустим пользовательские и после чего все эти приложения можно будет восстановить достаточно будет зайти в папку в которой данные загрузки сохранились то есть перетащить папку с персонального компьютера или выбрать ее при помощи вот этой вот вкладочки в окошке приложения то есть я нажал browse вот бэкапчик нажимаем открыть идет загрузка через браузер соединяется с вашим смартфончиком и выбираете рестора опять телефончик все отработает в автоматическом режиме и мы видим что вот копирование и восстановление завершено то есть если вы сделаете резервные копии всех ваших пользовательских приложений со всеми их настройками как вы видите что как я говорил есть все пользовательские приложения игры все сохраняется с данными я проэкспериментировал на асфальте то есть это дело долго все у меня резервировалось потому что как вы понимаете кэш около двух гигабайт но все прекрасненько восстанавливается и все прекрасно работает поэтому если программка вам понравится как я уже говорил что идеальный конечно вариант будет хранение каком-нибудь облачном аккаунте или же на персональном компьютере вот так вот коротко о программке после чего конечно понятно что необходимо будет пароль шифрования задать если вы хотите применить пароль при создании бэкапа ну это не суть важно я думаю что данные каких-то игр никому и не нужны то есть вот такая вот программка которая называется хелиум ссылочки как я уже сказал будут в описании видео и возможно для тех у кого нету рут и кто не может воспользоваться программой титаниум бэкап данное приложение будет полезным еще раз скажу что при посоединении по юсб должна быть включена отладка по юсб на вашем смартфоне и установлены как вы понимаете адб драйвера ну адб драйвера это то есть достаточно единожды подключить смартфон на ваш персональный компьютер выбрать там определенные режимы адб драйвера будут установлены или же скачать адб драйвера с официального сайта вашего устройства кстати вот по моему в вики там есть по саппорту до ссылки на драйвера ссылочка на сайт все будет в описании видео на этом буду заканчивать подписывайтесь на канал оставляйте комментарии до новых встреч м